Петарды, фейерверки, салюты, ракеты и даже хлопушки. В преддверии новогодних праздников ассортимент пиротехники радует любителей острых ощущений. И если многие из них мастерски разбираются в составе той или иной петарды, то о правилах пожарной безопасности знают далеко не все. Нельзя давать детям пиротехническое изделие в руки, даже под присмотром взрослых. В первую очередь, если используете сами их, то надо почитать инструкцию. В ней описано, какие безопасные расстояния, где можно использовать эти пиротехнические изделия. Ну а вкратце, скажем так, в зданиях использование пиротехнических средств не разрешается. Особую опасность представляют собой фейерверки. История знает немало случаев, когда легкомысленное обращение со скрящимся огнем оборачивалось трагедией. Чтобы праздничный салют не стал причиной гибели, следует знать, как, где и на каком расстоянии запускать фейерверки. Само проведение фейерверков допускается при определенных условиях. Организация, которая проводит этот фейерверк, должна заключить договор со специализированной организацией, уведомить органы внутренних дел и подразделения по чрезвычайным ситуациям. В связи с тем, что на рынке пиротехнических изделий существует много подделок, покупать эту продукцию необходимо только в специализированных отделах магазинов, где продавцы несут ответственность за качество товара. Нельзя приобретать пиротехнику поштучно, вне заводской потребительской упаковки, а также с просроченным сроком годности. Придерживаясь этих нехитрых советов, вы сможете избежать неприятных последствий и провести новогодние праздники весело. Продолжение следует...